Сериал «Бумажный дом» стал самым успешным проектом Netflix в прошлом году. Его посмотрели 34-355-956 зрителей. Наиболее популярным персонажем криминальной драмы можно считать героя Педро Алонсо по прозвищу Берлин. Он руководит ограблением и поначалу кажется самовлюбленным высокомерным парнем с нестабильной психикой. Берлин насилует женщину, проявляет жестокость и хладнокровие. Однако при этом он настолько харизматичен, что со временем начинаешь его оправдывать, а затем сочувствовать и в итоге окончательно и бесповоротно влюбляешься. Игра престолов начинается с того, что Джейми сбрасывает с башни и делает коллегой младшего сына Старков. С какой стороны ни посмотри, персонаж Ланнистера кажется отрицательным. Он переживает запретную любовь с родной сестрой, регулярно демонстрирует жестокость по отношению к окружающим и кажется беспощадным. Однако ближе к финальным сезонам сериала мотивы поступков Джейми становятся понятными. Он до безумия любит своих близких, предан им до самого конца, не забывает тех, кто протянул ему руку помощи и даже проявляет благородство. Кроме того, за восемь сезонов шоу Ланнистер натерпелся столько всего, что зритель начинает переживать каждую его потерю как личную трагедию. Поначалу сложно представить, за что можно полюбить Чака Баса. Самодовольный, высокомерный, грубый, бесчувственный интриган и бабник, кажется, что в этом персонаже соединились все самые ненавистные человечеству качества. Тем не менее ты сама не замечаешь, как в него влюбляешься. К слову, со временем сценаристы дают понять, что не такой уж он и плохой, каким кажется на первый взгляд. На самом деле в душе он добрый и ранимый, только очень хорошо это скрывает. Но стоило ему влюбиться, как его истинная сущность вышла наружу. В начале сериала Дэймон считается едва ли не главным антигероем. Докучает окружающим, пьет кровь людей, ах да он вампир, забыли сказать, и отчаянно пытается увести потенциальную подружку брата Елену. Но что-то в нем такое есть, что цепляет зрителей и заставляет испытывать в нему разные чувства, но уж точно не ненависть. Собственно, все это происходит не зря. Чем больше мы узнаем настоящего Дэймона, тем больше он нам нравится. И не только нам, если что, это намек на Елену, но мы тебе ничего не говорили. Максим Морозов со стороны чем-то напоминает Чака-босса из уже упомянутой сплетницы. Он вспыльчивый, грубый, привыкший хамить старшим, но при этом очень уверенный в себе и харизматичный парень. Однако по ходу действия мы понимаем, что Макс все же неплохой человек. Он достойно справляется со всеми выпавшими на его долю трудностями, а их было немало. При этом проблемы, с которыми сталкивается персонаж, совсем не детские, так что его стойкости можно позавидовать. Коул, тот еще демон, в прямом смысле этого слова. Изначально его миссия состояла в том, чтобы уничтожить зачарованных, однако все пошло не по плану. Вместо того, чтобы избавиться от ведьмочек, этот так себе злодей влюбляется в одну из них. Ну а дальше. Сама понимаешь. Из плохого парня он превращается в белого и пушистого. Скучно. Но мы ве равно его любим. Фото Кинопоиск.